Добрый день! Вы смотрите канал SLS и в эфире программа Gaming вне эфира. И сегодня у нас третья серия по игре Fast and the Light. В предыдущей серии мы остановились на том, что прошли два сектора галактики из восьми и прыгнули в третий. Ну а что же произошло дальше, мы с вами сейчас и посмотрим. А произошло вот что. В принципе не произошло ничего такого сильно апокалиптического. Вся команда в порядке и это всего лишь прыжок. В сектор ничего с ним не случилось. И начали мы с такой вот достаточно интересной локации, точнее сектора, где маркеры ясно видны и более-менее упорядочены. Причем нас так замечательно выкинуло, что имеем доступ сразу к трем секторам. Один из них магазин. Я бы предложил прыгнуть в магазин, если бы у меня было что продать. А продать у меня тут особо-то и нечего, потому что все это надо. Мы могли бы конечно позаправиться, починить корпус, но это нам абсолютно не надо в данный момент. Поэтому предлагаю прыгнуть вот в этот пустой сектор без магазина. Там хоть какой-то экшен будет. С энергией у нас все в порядке, так что поехали. Всякий э. О, да. Или не о нет, или о да, но здесь у нас астероидное поле. Причем с товарищем, который нас хочет убить. Но я предлагаю сейчас выполнить достижение, поскольку здесь астероидное поле. Астероидное поле выиграет сражение, используя только роботов или дроидов. Первый раз их роботами назвал. Но поскольку у нас есть дроид, который сможет пробить один уровень щитов, плюс нам помогут летящие астероиды. Поэтому, думаю, самое время его запустить, а из оружия ничего не трогать. И подождать, пока этот нехороший товарищ у нас погибнет. Главное держать наши щиты в порядке. Как только будут наши щиты в порядке, то все мы сделать сможем хорошо. И самое интересное, что наш дроид бьет по всему, чему можно, только не по щита, зато астероиды наносят урон. А у нас очень хороший пилот по имени Кеша. И вместе с Олеговичем, который отвечает за двигателей, не надо нас убивать, но мы не примем, потому что мы хотим получить достижение. Поэтому сейчас мы корабль убьем и получим достижение. Оно выскочит в этом краю экрана, где я, кстати, убрал часы от канала СЛС и оставил только иконку, поскольку часы это все-таки вне прямого эфира. И A Hard Lifted Affinja, достижение получено. Если мы зайдем в меню паузы, наши настоящие, текущие достижения для данного корабля это Hard Lifted Affinja. Используя NG крейсер, уничтожьте врага, используя только дроидов без оружия. Что мы с вами сделали, мы молодцы. Если мы достигнем еще одного достижения, то сможем разблокировать корабль типа B. И я только что вспомнил, что я забыл включить таймер. Таймер у нас прошло 4 минуты, поэтому запущу минуту аж на 25. Вот и славно. Ждем пока наш движок позарядится и прыгаем в следующий сектор. Хотя, ну да, прыгаем в следующий сектор. Я хотел проапгрейдить системы, но это абсолютно бесполезно. Что-то он как-то медленно заряжается. Товарищ... А, господи, у меня пауза стоит. Да я просто Витя в самом расцвете сил. В принципе, я бы прыгнул в магазин, поскольку у нас скопилось немного шестеренок. Да, магазин? Да. И я бы что-нибудь такое докупил. О, лазеры всякие. Но оружие я покупать не буду. У нас и так есть ракета и ионная пушка. Можно было купить какое-то из этого дополнения. Какие-то там роботы. Нон-дестроид. А, не дроиды, которых нельзя уничтожить. То есть это относится к нашим боевым дроидам, которые летают на орбите нашего и чужих кораблей, а не тех дроидов, которые бегают по кораблю. Они смогут восполнить запас энергии при прыжке. Но у нас денег не хватает, поэтому... Вот это интересное дополнение для нашего корабля, которое позволяет нам видеть гораздо дальше. Это сканеры, которые действуют подальше. Подальше. Сканеры действуют подальше. И... ФТЛ джеммер, который удваивает время для того, чтобы вражеский корабль перепрыгнул в сектор. И да. Но я думаю, нам это не надо. Мы лучше починим корпус. купим пару деталек. Пару топлива. И на этом закончим. Наши шоп... шоппинговые путешествия. И к нам уже движутся нехорошие товарищи, поэтому надо прыгать туда, где мы еще не были. То есть сюда. Здесь нас ждет такая замечательная вещь, как... ОГОГО! Бесплатный лазер. Естественно, мы этот лазер продадим, потому что он нам совершенно не нужен. Мы с вами сражаемся только роботами. Вы прибыли в маленький... Ну, вы прибыли, и рядом с вами оказался маленький флот из кораблей-энжинов. Простое сообщение, идущее от них, говорит вам, что вы... Вы... У вас какая-то дискуссия о чем-то, которое, скорее всего, им не нравится. Есть специальная... Синий выбор, особый выбор. Он не всегда хороший, но такой. Значит, с помощью наших дорогих Энжинов, Олеговича, Вячеслава и вот этого товарища, которого я не переименовал, послать его, чтобы он с ними сговорился. Я думаю, я лучше... Не знаю, как это повлияет на нашу команду, убьет это кого-то или нет. Но я думаю, что... Надо своих беречь, а не то, как в прошлый раз всех поубивают, и мы проиграем. Мы так делать не будем, поэтому просто им напишем, типа, привет, сможем ли мы вам помочь? Их лидер ответил, что нет, не надо, спасибо, без вас обойдемся. Ну и фиг с ними. Так, у меня еще есть предложение слетать вот сюда, посмотреть, что здесь будет. Вау! Вау! Нам дали бесплатного дрона. И кажется, достижение, которое нам нужно получить... С помощью... Да, нам нужно не только трех товарищей иметь на борту, но и так, чтобы все три из них были активны. А для этого нам нужно еще свою систему проапгрейдить. До максимума. Для этого нам просто уйму надо шестеренок. Поэтому, я думаю, мы это сделаем позже. Прыгаем вот сюда. Посмотрим, что здесь. О, здесь нас домогается пират. Точнее, просит нам заплатить за проезд. Но 17 крапов нам это не дадим, поэтому мы его просто тупо уничтожим. И, кстати, можем повторно получить достижение, убив его только с помощью дрона. Хотя, честно говоря, я бы им по щитам как долбанул бы, даже без автоогня. Ну, потому что что это? Ну, что это за наглость вымогать у такого мощного корабля, у которого мощности просто до кучи? Нет, спасибо, нам надо тебя уничтожить. Нечего нас домогаться. Им получили гораздо больше награждения, чем могли бы получить, просто приняв его предложение. Хотя он нам предлагал ракеты, но для нас топливо важнее. Поэтому, ну и пошел он, знаете, куда? Вот в черную дыру. Пошел он в пульсар. Вот. А тут у нас какое-то событие. Что произошло? В общем, вы увидели перед собой два корабля, которые друг с другом столкнулись. Здесь были сигналы урона. В общем, было трудно определить, что тут произошло. Пассажиры оказались энжинами. Они смотрели друг на друга, но не могли друг другу освободиться. Попробовать помочь кораблям, разделив их с помощью выстрела. Значит, с помощью нашей команды... Ну, это игнорировать, естественно. С помощью нашей команды, энжинов, поприветствовать пассажиров и assess the damage. Что такое assess the damage? Я, к сожалению, не знаю. И давайте пока подумаем, что нам... Мне кажется, что это тоже нанесет какой-то урон команде. Но... Надо этот выбор все-таки попробовать. Что вот это assess? А, послать своего энжина, чтобы определить степень урона. Ну, давайте рискнем. Риск благородное дело. О! А! Наш... Наш... Эээ... Энжин. Член экипажа отказался. И не отказал в себе в использовании прилагательных и существительных. С помощью... Разного. Ну и ладно. Но... Нам все-таки дали какую-то награду. Поэтому... Поэтому ладно. Прыгаем вот сюда. И что же у нас дальше? А дальше у нас... Да. Нас тут что-то требует сделать. И я думаю, нам нужно объясниться, что мы дружелюбные. И нам сказали, давай, до свидания. Ну и... Фиг с ними. Не хотят, чтобы им помогали. Мы им не будем помогать. О! Нам тут предлагают обменяться частями дроидов на... Скраб. Я бы, честно, обменял их. Но у меня их слишком мало. Я думаю, мы продадим 6 штук. И больше не будем. Нам еще необходимо 180 товарищей для того, чтобы получить достижение. Хотя бы 2. Нам бы сейчас сделать апгрейд хотя бы 2. И еще апгрейд нашего реактора. И было бы все хорошо. Ну и полетели к выходу. Нам не остается. Все остальные пути блокированы. Мы прибыли. И нам предлагают прыгать. Но! Тут какая-то станция дозаправки. И что-то она передавала. Ну, я думаю, надо... Срасти с ней. К ней приземлиться. И нам... Ой-ё! Что? В общем, на нас напали злые пираты. И наш двигатель взорвался. И тут как-то они совсем нехорошо приземлились. Честно говоря, я бы человека по имени Кешу отправил в контроль комнат. А вот этих товарищей я бы... Сюда. Они еще камеру наблюдательности... Воруют. Хотя... Вот давай-ка ты... Сделаешь так. Сейчас они его убьют. Чтобы он нам лечилку не повредил. А эту штуку атакуют. Поэтому... Пусть парочка из вас сюда заглянет. Или хотя бы один. Вот, отлично. Одного интрудера мы подлечили. Так, человек по имени Кеша. Иди чинить. Ты иди чинить. Ты чинить. А Олеговича у нас сейчас убьют. Поэтому... Пусть будет так. А, у нас госпиталь не функционирует. Перфекто просто. Мы просто мастера этой игры. И нас чуть не убили. Соответственно, не функционируют и роботы, которые лечат. Так, сейчас... Второго Олеговича убьют. Поэтому, Олегович, иди сюда. А человек, иди сражайся с этим товарищем нехорошим. А ты, Олег... Ты другой, Олегович. Так, вот этого... Гиша или... Я его все-таки назову потом. Пусть он идет лечиться. Так, может он поможет? А, тут же два этих нехороших человека. Он же просто убьет всех, кого надо. Всех, кого надо и всех, кого не надо. О! Замечательно. Пусть товарищи идут все вчетвером, ченят двигатель. А мы хоть передохнем. Но... Но первое, что я хочу сделать, все-таки переименовать этого... Глайса, Гиша, как его. В какое-нибудь такое имя, близкое к нам. Это Вячеслав. Я думаю, его можно назвать... Станиславом. Почему бы и нет? Станислав Моисеев. Вот, замечательно. Пусть пока они лечатся, надо их отослать. Хотя, тех, у кого мало здоровья, пусть идут в госпиталь. В госпитале у нас... Что у нас в госпитале? В госпитале у нас быстрее лечение проходит. И двери надо закрыть, а то сейчас Виктор придет. И вот у меня вопрос. А, вопрос снят. Я думаю, почему это у нас в реакторе до кучи энергии, а мы ее так жестоко экономим. А экономим мы ее, потому что одна идет на оружие, а вторая на наших... Как их зовут? Дроидов. У меня еще предложение. Еще такое предложение. Сделать апгрейд системы дроидов на 6 штук. Чтобы мы смогли запустить второго вот этого дроида, атакующего, одновременно со вторым. И тогда нам оружие совершенно не понадобится. Несмотря на то, что оно берет огромные энергии. Запасы. А давайте-ка посчитаем во время следующего боя. О! Нам тут предлагают... ...прыгать в системы. Я, естественно, выберу мирную систему. Вот такой вот прямой линии будем прыгать. Поскольку в нашей дорогой туманности мы с вами ничего не сможем сделать. У нас все системы слежения будут забиты. Это будет плохо очень. Поэтому я думаю, рисковать так не стоит. Мы прыгнем только вот сюда, наверное. После этого сектора. Но нам в другой простыне останется выбора. И, возможно, победим. Да. Добро пожаловать в новый сектор. О, магазинчик. Хотя зря я радуюсь. Вот тут туманность. Зря я радуюсь, потому что денег у меня совершенно нет. А может и нет. Тут какой-то... Торговый корабль. Я думаю, надо его приветствовать. И... Пристыковаться к кораблю. О! И тут у нас выбор. Купить дрона. Купить, апгрейд системы. И купить несколько этих. А денег у нас нету. Поэтому... Мы ничего не купим. Но они сказали. Ах так, вы не хотите у нас ничего покупать. То мы вас убьем. Йо. Йо. Ой, йо. Вот эту брешь надо заделать. Иначе кислорода совсем не будет. Это плохо. Но мы включаем нашего боевого дроида. И второе... Этот второй дрон у нас... Не, я думаю, надо просто вот этого включить. Их будет двое. А то, что у нас с кораблем происходит, человека мы, естественно, пошлем. Иди-ка ты в двигательный отсек. А мы сейчас откроем двери для воздуха. Пусть он тут тушит все, что ему надо. И огонь сжег наши двигатели. И до 70% в 5% опустил наш показатель корпуса. Но мы его починим, не бойтесь. Так, пусть вот эти товарищи идут сюда. Йо. Не, пусть... Пусть они идут по местам. Хотя нет. По местам им идти не надо. Пусть они идут тушить пожар. Тушить. Этот переберется сюда. Но это, конечно, викторство. Что они с нами делают. Вити. Вот просто Вити. Других слов нет. Это очень печально, что они в нас ракетами пуляются. Да они викторы. Слушайте, это как-то нечестно. Это как-то совсем нечестно. Хотя мы можем вот этого товарища включить. И все будет честно. Бу-гага. Так, а что он? Он щит? Он щит берет. Так, закрываем все двери. Пусть они идут щиты чинить. Пусть Вячеслав здесь останется. Станислав сюда идет. А человек за руль. Вот теперь в таком соотношении будем биться. О! Но мы им двигатель подбили, поэтому... Индейская народная изба. Фиг вам называется. Ладно, но вы сейчас сами убьетесь. Я уверен в этом на 99%. Так, включаем госпиталь. Пусть наших лечит. И очень печально, что госпиталь вмещает всего 3 человека, а не 4 из команды. Потому что вот эта лечильная остановка занимает целый сектор. Правый верхний угол занимает. Вот пусть эти товарищи нам все починят. Молодцы. И пусть они отправляются туда, куда надо. Да, это, конечно, Витя еще те. Так. Тут у нас продаются. Естественно, мы починимся. Тут ничего интересного нету. И... Да. Я думаю, починка это приоритет. Да, у нас кончились деньги. Но мы можем продать вот этот лазер. И я бы продал вот этого дрона, честно говоря. И причем непонятно, сколько он урона наносит. Но вот этот товарищ... Он ценнее. Несмотря на то, что он урона наносит меньше, но он щиты хотя бы сшибает. Поэтому... Пусть он продается. Мы чинимся. И покупаем все, что нам надо. Снарядов у нас и так очень много, поэтому они нам не нужны. Фух. Но это была еще та битва, скажу я вам. Скажу я вам. Тем временем у нас подходит временный исход. А мы даже пол-сектора не прошли. О! А эти, видите, у нас заряжаются. Видите, у нас заряжаются. Это плохо. Но мы сильнее, поэтому... Зафиндюлим им в двигателе такую вот систему. Ой, они тоже пустили этих-то наших любимых дроидов. Молодец. Теперь пусть щиты... Ионной штукой... Банят, так скажем. Так, пусть... Вот этот... А, ему, кстати, навык повысился по оружию. Пусть он чинит эту систему, а то немножко бесит. Вот. О! Вот хочу обратить внимание, что... Он встал в эту систему и усилил ее на один пункт. Ого! Ну у них, конечно, корабль такой с дроидами, такой профессиональный. Но... Я бы им очень сильно двигатели повредил. Бы. Давай, 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 да. Чтобы они не улетели. А то они скажут нехорошим товарищам. Ой, извините, у нас... Типа... Этот шпион вражеский находится в этом секторе. Быстрее летите туда. И нам будет очень плохо. Так. Нам уже очень плохо, потому что у нас щиты... прохуживаются. Очень плохо нам. И у нас корпус повредили. Так, я не понял. Я же им систему двигателей. Пусть я им систему управления тогда... сделаю нехороший. Да, молодец. Ну и все, мы их убили практически. Так. Да. Да. Молодцы. Мы молодцы. Мы их убили. И... О-о-о-о-о. Да нам дали просто ультимейт. Ну, ультимейт, скажем так. Одно... Один из самых крутых дроидов. Hull Repair, который восстанавливает нам корпус. Вот сейчас мы его запустим, он нас починит. Он молодец. Причем время истекло, я знаю. Причем время истекло. И, к сожалению, не пройдя и половину второго сектора, мне придется с вами попрощаться. Но, я думаю, это достойное завершение серии, потому что мы получили замечательного восстановительного дроида, который наш корпус восполняет и позволяет нам лечиться даже там, где нет магазинов. Главное иметь вот эти частички. И наше основное будет теперь топливо будет таким же ценным, как и частицы. И наоборот. Вот. Ну, ладно. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Свинятина на канале СЛС. Удачных вам праздников. А я на этом заканчиваю. Увидимся в следующей серии. До свидания. Сегодня, кстати, было 6 мая. Пока. Пока. Клик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok